Путие. Первая книга в Библии, первая книга в Торе, Боисеевы, 3 глава с 1 по 12 стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли? Сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в район. И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Видела жена, что дерево хорошо для пищи, и а что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги сшили смокомные листья и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И вызвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю, боялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змея обольстил меня, и я ела. Я хотел сегодня побольше почитать их в Библии, потому что не каждый дома имеет возможность почитать. А тут большими пакетами почитаем. Это самая трагическая глава во всей Библии и в истории мира. До этого не было смерти. Птицы, звери, рыбы, никто не умирал. Ни один микроб не исчезал. Что за этим крылось? Бог-то заранее это знал. Зачем же все будет допустил? Сейчас об этом говорят. А вот за это тоже ответим. Вопросы Богу нельзя задавать. Конкретно мы родились от Адама и Евы. Смерть вошла в нас. Раз мы стареем, значит грешные. И вопрос состоит о том, что человек начинает оправдываться. Явно виновен. А змей он хитрый. Сейчас к любому пошла в сад свой. А к тебе змея какая-то подползает. И заговорил, да ты лопатой ее огрела по башке. Ты говорит, и все. Никакого греха бы не было. Потому что написано, будешь поражать его в голову. Я выполнил, отрубила ей голову. А она разговаривает как с человеком. А подлинно ли, действительно ли Бог сказал, не от какого дерева не ешься. Он не сказал про это не занять. Я просто сказал. Нет. Она говорит, что не прикасайся. А Бог Адаму это не говорил. Отсюда делает вывод, что когда Адам, Ева-то позже сотворена, стал в раю показывать все это, как гид какой в музее. И прямо показывает на дерево. Вот это смотри, Ева. Она может быть потянулась. И не трожь. Не прикасайся. И она это змею выдала. И дальше какая случается самая большая беда. И главное, мудрые будете, как боги. Какие боги, как Бог один. И она даже и здесь не остановилась. Она не знала это. Может быть думала, другой бог. А бог с ними гулял в саду. Видели на его. И он видел, как у Даниила старца был. Или как. Ну разговаривали. Прямо. И здесь первый допрос идет сразу с Адаму. Потому что глава семьи. Он ответственен за все. Спрятался. Бог зовет его Адам где-то. Бог не может и найти. Как в прятушке ребятишки играют. Дает повод выйти и сказать. Виновен. Виновен. И в этом все не досмотрел за этой половиной. А она такая. Везде все успевает. И она найдет себе собеседника. И что случилось дальше? Адам сразу же Богу кидает слова. Я жил, не просил ничего. Я доволен был. Хоть бы раз я заикнулся, что дай мне какую-то помощь. Это ты мне дал ее. Ты отвечай. Вот сегодня точно так. Чего бы, что бы и где не рассматривал. Разводов. Сегодня. Я наговорю. Кто государство российское основал. Главный губитель. Его жена была. Надежда звать. И она говорила. 17% развода. Это национальная катастрофа. 17. Сегодня. Первые 4 года после свадьбы. 84,6. Сколько разводов. И выявляет. А кто виновен? Она виновата? Нет. Не она. Ты виноват. И они доказывают. Это четко и ясно. И если ее на работе слушают. Виновен он. Он на работе рассказывает. Все за него. Вот тебе и феминизм. Ты мне ее дал. Ты отвечай. Бог еще дальше ему не говорит. Дальше начинает допрос с Еваева. Ева никогда не признает себя виновной. А змея кто сотворил? Кто его в сад запустил? Ты. Ты виноват. Я и не знал, что... Ну он сказал змей так. Дальше мы только воображать можем. Что дальше было? Иоанн Златоуст говорит. Когда Господь сказал разбойнику. Ныне же будешь в раю. Ныне. Ныне ты, значит, сегодня в раю будешь. И когда первые праведники выведены были из преисподней, в рай явились, там никого не было. Один разбойник. Иоанн сразу, а ты зачем попал? Воровать пришел. Он развивает дальше картину. А что вора спрашивает? Я в квартиру пришел. Я знаю, он уже не раз был в тюрьме. За воровство. Ты зачем попал сюда? Как ты попал? На небе никого не было. Божьей матери нету. А один ходит там по раю. Опять же Бог виноват. Понимаете, ты начинаешь, когда дальше смотреть, я хочу по всей Библии пройтись и увидеть, где мы виновны. И когда Бог говорит, доказывать ничего не надо, согрешил я. Будь милостив ко мне грешному. Господи, Господи, что же я наделал? Вспомни-ка, когда ты первый раз услышал о Боге, о любви Его, что мы по делам никто. Мы оправдываемся кровью Иисуса Христа, жертвой Его. И апостол Павел сколько претерпел за это. Я сегодня хочу всю эту картину развернуть. Итак, первая глава Бытия. Третья глава, первая книга. Дальше рассвет начнется в третьей главе Евангелия Триана. Случайно, это не случайно, но третья и третья. Так возлюбил Бог мир. Главный стих Библии там будет. Далее. Первая книга Царств. Пятнадцатая глава. Двадцатый по двадцать четвертый стих. Я хочу выявить, как какие люди не принимали то, что есть. Жена очень разговорчивая. У разных народов по-разному. У нас она знает больше. Еще ты меня учишь. Я у тебя не первая. И Затаус это все разбирает, когда надо ли было второй раз жениться. Даже она правильно делает. Но он вспоминает первую жену и один раз другой. А у меня та была, так вот делала тут. И он уже начинает ее как бы на второе место ставить. Все равно дальше уже неурядицы начнутся. Ты виноват. Если вы поставили закон такой, то не четыре жены, как у мусульман, а одна. Достаточно. Одно ребро взяли. Значит, ты вообще безреберно будешь. И далее. Пятнадцать. Пятнадцатый глава. Первое царство. И сказал Саус Самуилу. Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал мне Господь. И привел Агага, царя Амалицкого. И Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и воло взял лучшее для заклят. Из заклятого. Для жертвоприношения Господу богу ту ему в Голгале. И отвечал Самуил. Неужели и все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы. И повиновение лучше ту, как овновь. Ибо непокорно сей такой же грех, как волшебство, и противление то же, что и дало поклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Какая картина разворачивается. Первый царь приступили к Самуилу. Люди, князья, и говорят, у всех народности, в каждом государстве есть царь, ему подчиняются. А у нас нет царя. Когда на войну, когда оборонять. И он стал говорить, он будет вот делать, лучшее у вас будет забирать. Дочери ваши пойдут туда. Сыновья будут, военные призы будут. Все равно дай нам царя. И Бог выбрал такого царя, лучше которого не было. На голову выше всего народа. Представляете, когда высокий человек, нынешний к нам потеряю, один приехал, так я по сравнению с ним смотрю на него, и все говорят, галяпы дабы. И здесь Самуил говорит, иди, воюй. А Гага должен разбить. Никого не оставляй в живых, ни куриц. Все уничтожь. А он думает, жертва Богу. Хороших буков отберите, дал указания, видимо. Не сам же он делал. Дальше его овцы. Это мы принесем в жертву, когда пророк придет. Он все сделал как надо, кроме того, что не выполнил. И дальше начинается разворачиваться картина. Он торжественно его встречает, пророк, который его помазал царя. Он думает, у меня хорошие отношения, я еще их лучше сделаю. А что он сказал, не делай. Бог повелел, уничтожь все, сотри. Он даже в пайне взял. И когда я все сделал, как повелел. А что там, быки какие-то. Это я лучше отобрал. Лучше. Бог отверг тебя, царя. Я представляю, Саул, как он вздрогал, как. Никогда царем больше не будешь. И потомки твои не будут. Ты Бога не послушался. Дороже всех всесожжений послушания. Почему? Когда разговариваешь с женщинами, неладно. Дома неладно, правда. Я говорю, ты считал, Тимофея написана там вторая глава. Говорю так. А жена доуществово безмолвие. А учить жене не позволяю. Ну, пересчитай несколько раз. Ну, напиши хорошую там какую-то картинку поставь. Повешай на своей кровати везде. И как он, например, в голову учить, не позволяя, не властвовать над мужем. Но быть в безмолвии. Точка. Но быть в безмолвии. Ян, зато он говорит, вышла замуж, превратись в камень. Ну, никакого равенца нет. И не надо рассуждать. А почему он говорит, не Адам впал в преступление, а жена. И Ева сотворена для Адама, но не Адам для Евы. Ну, разве это доказательства? Да я что, Ева какая-то. У меня два высших образования. А у него три класса за плечами. И он меня учит. У меня зарплата в три раза больше, чем у него. Квартиру мне дали, не ему. Она все знает. Торопится сказать два слова за раз, и что, семь лет назад вспоминает. Мы же это видим. И чем закончилось? Потеря царства. Оправдания не надо. Бог не терпит этого. Сказал муж закон. Написал я письмо. Пока он на медь сзади не поставит, никуда не отправляет. Вот тогда у тебя будет надежда сохранить послушание Богу. Мы берем из Святой Библии. Я просто вхожу в эту историю. Какой он красавец был. Какой скромняга. А где он? Нету. Ну, где? Пророк говорит, в обозе где-то. Зашли, ну, тогда это, на колесах высоко, под каждую машину заглядывают. Нашли. Он спрятался. Я царь. Да какой я царь? У меня еще лету нету. И, наконец, привели народ, как глянулую ахну. Мы такого и не видели, красавцы. Это Бог избрал. Избрал. А что ему нужно? Никаких талантов Бог не требовал с него. Я все сделаю. Ты только будь послушен мне. И притом требовалось не просто так, а уничтожить. А он стал говорить с царем, допрашивает Агага. И говорит, тут я согласен. И он говорит, города эти возвращаем, когда были раньше. Так. Пленных забираю. А наших вернее, которые были, согласен. Ну, заплатите, контрибуцию наложат, как вот Первую мировую на Германию. Согласен. А он в это время заходит. Разговор ведешь с чем? Так. А скольких он осиротил у нас? Сколько мужей погибло? А тогда-то он нападал на нас. Ты почему не вспомнил сирот наших-то? Тут же выхватил меч и отсек ему голову. Пророк. Я ни к чему не призываю. Я просто говорю, давайте раскроем эту картину поподробнее. Чего от нас Бог хочет? Написано в Первом послании Коринца, 10 глава, 6-11 стих. А это были образы для нас, достигших последних веков. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Образы. И мы должны туда смотреть, что Саул сделал. Не надо больше того, что Бог сказал. Вопреки. Если бы он продолжил войну и там что-то захватил, мы не знаем, что бы было. Может, похвала была. Все потеряно. Адам все потерял. И Саул все потерял. Исход. 32 глава. Просто войдем в историю библейскую. Я по хронологии не беру, а просто, чтобы удобнее было. У Адама не было звания ни генеральского, ни сержантского. Ну, никакой. И проиграл все. Я представляю, как Бог их издал недалеко. Златоуст говорит. Рядом с раем. Чтобы он все время вспоминал. Комаров не было, кусают. Вещи приближаются. Ни гостиницы нет. Как воду-то черпать? Где? А до холода ночи. Он не знает ничего. Единственное, это шкура. У него на ней, ну, наверное, на одну легли, другой укрылись. Я так предполагаю. Холодно же. Он ничего не знал. Эх, как мы жили-то. Еще вчера все было по-другому. Да что же мы наделали? А мы этого не понимаем. Мы-то в жизни сколько раз промахнулись. Вот надо было сделать, не сделал. Не надо было делать, а сделали. Не надо было говорить, промолчало бы. Промолчишь, один раз пожалеешь. А скажешь, говорит, что раз пожалеешь. Мы учимся разговаривать четыре года. В четыре года лопочек. А учимся молчать, говорит, шестьдесят четыре. Если когда хвалят невесту, то узнай сначала, кто она. Оратор какой-то. А беги от дома, бежи без оглядки. Итак, исход, тридцать вторая глава, с двадцать первого по двадцать четвертый стих. И сказал Моисей Аарону. Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал Моисею. Да не возгорается гнев господина моего. Ты знаешь, этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Я сказал им. У кого есть золото, снимите из себя. Они сняли, отдали мне. Я бросил его в огонь. И вышел этот телец. Моисей пошел за скрижалями. Господь впервые открывает закон, закон, которого не было во всей вселенной. Другие законы. Приносить детей в жертву. Все. И там написано, когда другие народы узнают, что у вас такой закон, они скажут, какой великий, мудрый народ. Даже не знаем, исполнят или нет. Но у них Библия в руках. Как можно по-другому нас назвать? Мы самые мудрые должны быть. Что из этого получилось? А Аарон, его родной брат, священник, малодушный, сказали, сделай нам Бога, который был в Египте, телца, быка. Собрали сережки, золотые вещи. Умели вылить. Вылили бык стоит. Теперь, говорят, он сделал для того, чтобы пока выливают, что делать, дождаться брата. Он пришел 40 дней. Каждую минуту, наконец, пришел. И Бог сразу выносит приговор. И ты не войдешь. Он потерял землю обетованную. Отговорки, отговорки не нужны Богу. Виновен, виновен. Я руку приложил к этому, к идолам. Новая религия дается. И вдруг я все испортил. Да я хотел как лучше. Не надо лучше. Это лучше думали все по порядку, у кого мы сейчас посмотрим. Иакоба. Первая глава, ста 12 по 15 стих. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть, жазачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Вот что значит ответить. Я много встречал людей, которые горько-горько сожалевали и опять возвращаются. Но зачем, я сказал. Зачем? Я лично разговаривал с человеком, который видел эту беду. Ну, Гитлер-то подошел к Москве. 30 километров было уже ближе даже. Уже в венок и видели Ивана Великого храма, купола. Все видели. Уже в состав с мрамором шел поставить памятник их вождю. А все повернуло назад. И вот один человек здесь, который в меланжевом комбинате работал, передали, что там отступают. Он возьми да и скажи. Так прет Гитлер. Он чай будет пить в Москве. Кто-то брякнул. Сразу же загудел гудок. Весь завод собрали. Ты желаешь Гитлера? Да ничего я не желаю. Он бухгалтер. Взяли-то ни за что. Ты говорил это или нет? Говорил. Тут же вырыли яму, тут же при всем народе расстреляли. Зачем я сказал? Сколько мы лишнего-то наговорили. Нетрудно было промолчать. Не успеешь сказать, кто ты уже понесла дальше. Зачем ты пошла говорить? Тебе не дано даже знать, что можно говорить, что нельзя. Зачем ты же слушала-то? Тебя не побереглись, а ты раскрыла. И все раскрыто, и ничего уже не стоит. Никогда не было так? Да-то речь-то о нас ведь идет. Ни о ком-то. Книга Иова. Тридцать первая глава. Тридцать третьего по тридцать четвертый. Дело в том, что претензии, недоверие к Богу выражают. Это Бог виноватый. Это Он сделал так. Почему Младенца маленького забрал? В интернете бывает, постоянно на это говорят. Я говорю, Бог сотворил и... Кто ему может противоречить? Он сказал, и надо выполнять. Ева, тридцать один, тридцать три, тридцать четыре. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня. Я молчал бы и не выходил бы за двери. Надо знать за садой. Недалекое, сегодняшнее, вчерашнее. Сколько раз промахнулся, сказал, говорит, оляпнул, да и не рад теперь. Зачем же сказал-то? А теперь, а тот тебе оказался такой же. А дальше уже, не знаю, все припомнит, где было. И такое раскроет, такое она говорит, что... А не зря ты не замужем. Тебя в душ бросил, а ты еще на меня рот раскрываешь. И пошло. А та и все в ответ что-то ему. Ну и пошло. Промолчи. Сотвори молитву. Господь допустил, чтобы это искушение, маленькое испытание, искушение это испытание было. Но человек искушается сам. Он сам не может... Ну, как пишет Яков, говорит, всякое естество, зверей и птиц, человек укращает. Ну, медведя вручные делают, там, и льва там. А язык укротить никто не может. Язык. Ну, только промолчать и не пожалеешь ты никогда. А почему ты молчишь? Иисус молчал и не отвечал мне словом. Надо отвечать только то, что ты точно знаешь. И маленько вперед. Смотрите, а что зато получится? Только сказали, прям мгновенный ответ. Ну, подумай хоть три минуты. А ты скажи, я не могу сейчас сказать, не молился. Я потом отвечу. Сходи и помолись. У тебя совершенно другие мысли придут. Не скажешь? Спроса нет. Я слабый, поэтому я знал, что... А сказал, там надо расследовать так или не так. Каждое слово везде. Вот сейчас сколько священников в патриархии запретили. Запретили в служении. Проходит время. Сан сняли. Теперь вопрос решается и от церкви отлучить. Я такого даже не помню. Это сейчас. Притом люди знаменитые. Профессора. Не нам считать. И меня спрашивают. В чем вина? В том, что сколько раз было впереди, можно было поправить. Они в ответ отвечали. У нас был епископ и птихи. У меня выходит материал кислен о православии. О том, что на русском языке, что было, называется, ословит. И о войне. Любите врагов ваши. А в православии-то не так. Враг не сдается. Его уничтожаем. Как Горький говорил. И на меня он сразу отлучить. Батюшку запрещить служение. Мы бы могли ему ответить. Материал-то готов. Он уже разошелся. Он на газетках печатался отдельно. Университетская газета. Вкладыш. Я это не забуду никогда. Эта угроза большая была. И он это легко сделал. Вот вы знали для меня, как тяжело это говорить. Но я должен это пресечь. Вы говорите совсем не по-православному. По-православному. У нас чтобы как пеньки стояли, не понимали ничего. Это православное. А тут... Три года, чтобы не разговаривали на эту тему. Мы три года приняли. Ни слова не говорили. И когда 23 марта пришло, три через три года, мы снова стали считать. Вот Евангелие считает. Остальное все по-славянски. А теперь к нам приезжает митрополит, милостью Божией. И точно так же считает по-русски. И нигде ничего не изменяют. Но самое-то удивительное. Наш, да благословит его Господь Евхихий, стал переводить на русский язык. Заупокойно там каноны и все. Батюшка пришел, приехал туда, говорит, а у него, говорит, на скамейке священники сидят, а он один там поет там. А что вы сидите? Так он по-русски теперь. То есть, что он нам делал, теперь вернулся так к нему. И теперь уже в интернете, говорит, а как так, братец, умел ли уломать епископ? Он такой строгий. И как... Не только он снял с них все, а сам стал делать то же самое. А мы молились. Мы всех предупредили. Выход есть всегда. Молись. Итак. Евангелие от Луки, 10 глава. Я все места хочу показать. Как поступать. Вот, которых сегодня отлучили там где-то. У них было такое. Вот этого, которого Игумен там отлучили. У него хорошие отношения были с митрополитом своим. А какие-то Екатеринбургские. Тоже Кириллов звать. Ну, мол, подчинился бы на первом шаге. То есть нет. Давай отлучать его. Давай его там Анапе придавать и президенту, и всех. Я так узнал, что же они делают-то? Ну, а это-то власть у него, его давят. Он с него сам снимает. Сначала запретил крест не носить. А он крест несет. Ну, без креста пойди. Никаких. А почему я должен подчиняться? Но ты завтра пожелаешь вернуться в это положение. Уже не вернуться. Назад не возвращается. Это не возврат. А дальше, дальше началось то, что арестовали и уже все. Теперь новый срок. И теперь вернусь. Вот сейчас я говорю, хорошие люди, которых я знаю. И теперь вернусь не как. Теперь меня сегодня уже спрашивают в интернете. А теперь остается такая Варфоломей. Он вселенский патриарх. Канон есть один. Запрещающий обращаться за океаном. Канона нарушать. А мне хотя бы один раз или три раза в году службу служить. Уже не будет этого. А что делать? Лекарство я передал. Немедленно передайте. Пусть собирает манатки свои и ко мне едет сюда. И будет со мной питаться по моей кухне. И лишний килограмм 50-60 с тела с тесем. А дальше будет по-другому. Назад ты тем не будешь, но твоя жизнь продлится. Ну нельзя же так. Как златоуз говорит, тебя еще в жертву решили приносить. Или готовишься залечь, как медведь с пяшкой. Остановись перед этим. Лука 10, 29, 37. Много считаем сегодня мы. Но он желая оправдать себя, сказал Иисусу. А кто мой ближний? Господь говорит, ближний. А кто мой ближний? Он не знает еще. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живыми. По случаю один священник шел, то и дорогу, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто проезжая, нашел на него и увидев его, сжалился. И подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Подзаботься о нем, и если сдерживаешь ту боль, а я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойником? Картина понятная. Шел из Иерусалима, Иерусалим на горе, в Иерихон, это греховное место, Иерихон город проклятия, тут надо все еще разобрать это. У меня мы идем на занятия в университете, и батюшкин друг, отец Иоанн приезжает сюда, и он говорит, я тебе все думаю о притче, как так? Почему Господь вывел, самый негодный оказался священник, даже не протормозил, мимо прошел, ну, раненый лежит, еврей, это твой, прихожанин лежит, не пьяный, напали разбойники, ну, остановись, хотя посмотри, может быть, живой еще, даже не притормозил. Правда, Диакон, Левит, тот, все-таки подошел, посмотрел, да мало ли, может, сидят разбойники, и тоже за ним. И вдруг нашел на него самарянин, а с самарянами есть нельзя, рядом нельзя быть, они такие строгие, а самаряне, что с неконянами там какие-то будут, зачем они мне нужны? А он ему, оказав помощь-то какую, возливая, что это лекарство было, виной и лей, посадил на осла, привез в гостиницу, заплатил, ну, все ясно, кто именно, он сказал, самарянин нет, ну, тот, который ему милость оказал, слово самарянин даже произвести не хочет, это ни коня, ни окаянный, еще его, мы тут такие, у нас два перста, у тебя три, да пошел он. Вот здесь-то и нужно было сказать, где я ошибся, Господи, да что же, я не знаю, кто мой ближний, ну, тот, кто рядом был, кому я расположен, а эта вражда распространилась, да что, ты и умер, или сдох, сказал бы, лежи, да зачем помогать буду, а он его поднял, и два динария, то есть это два завета дал, гостиница церковь, церковь все истолковала, как мы должны себя вести, лично не говорить, он ничего не говорил, не расспрашивал, ничего, поднял, только заговорил, когда с гостинником, ну, который там священнику, Господь говорит, отца Сын Божий пришел и поднял нас, мы другой нации, сохрани Бог, где-то, что-то, как сегодня этот еврейский вопрос поднимают, у нас Библия вся еврейская, Богородица еврейка, как еврейка, она же русская, мне говорят, я говорю, и Христос по плоти евреев, что вы думаете, это русский же он, ну, и все, знания маленькие, лучше ли промолчать было, подойти до помощи, читаем, притча Соломона, 19.3 Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. На Господа негодует, а сам глупый делает все не так. Ты все время помни, если ты неправильный ход сделал, это глупость, не спеши, подумай. Я все вспоминаю, что эти святых Памгу встретили вот такие грамотеи, стали его приглашать на занятия, у нас занятия по интернету идут, заходи. Он говорит, а что вы проходите? Ну, сейчас мы псалтырь изучаем, уважаемый человек, который удержит язык своего зла и уста, своего лукавого хряща. Ой-ой-ой, хватит. Встречается месяца через... А что ж ты не ходишь на занятия? Я еще то не усвоил. Язык от лукавого хряща. Сколько мы слышим-то? Попробуйте завтра такими же быть. Вы сегодня должны уйти другими, дорогой идти размышлять. А сколько я лишнего говорила, с кем-то не ужилась. Я вам рассказывал, как у нашей сестры, нашей, хорошей, краник не закрыла. Соседку внизу залила, да все и перепортила. И она пришла, она не сказала, ох, как я виновата. Что я наделала? Как заплатить теперь? Она нет, говорит. Она еврейка. И она подала на меня в суд. Еврейка. Значит, она русская, хорошая, залила еврейку, испортила. Ну, я же... Я еще буду знать это с самарянами. Это все здесь. Ну, не виновата. И только-то пойти бы, говорится, поклониться, может, ты до земли. Прости ты меня, Христа, ради. Я же что-то наделала-то. Высчитай все. Я найму рабочих, ты никуда не ходи. Ведь можно было... Нет, она еврейка. Но еще удивительно-то, это в нашей общине человек такой был. Как же, при чем тут евреи-то, когда евреями, мы вот так вот обязаны всем. И Библия от них, и святость, и апостолы, и все оттуда. Иначе бы сейчас мы не считали. Моисей-то еврей был. И притча 28.3. 13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Сознается, а не скрывается. Вот у меня приходят разборки. А вот такая-то она, она, сноха, она виновата. Вот другая моя зять говорит, это он нам всю жизнь испортил. Такая у меня девушка была, а сейчас и меня не слушается мать. То есть, все, кто-то где-то как. А признающий свои простудки? Трудно ли было сказать? Да я сама отжила свой век. Все, ну же, я помогу ей. Чего же команда теперь на кухне-то? Ничего и нету. Ну, отойди ты в сторону. Ну, раз родились у тебя дочери, ты смотри, куда они пойдут-то? Тебе есть о чем думать? А нет? Сразу сучки и бревна вспомнят. И у всех почему-то бревна, а у меня еще нету. И царин, когда попадет, я три глаза, третий глаз себе могу купить. Ну, что ж это такое-то? Кремленам. 10. 3-4. Мы переходим на Новый Завет. Посмотрим. Прямо про нас будет говорено. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Когда спрашивают, как спастись, да в других религиях бывает лучше, ты скажи, мы не религию проповедуем о Христе, чтобы знали. Он умер, и через три дня воскрес. Умер за нас. Где это известно? Евангелие от Иоанна 1,29. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все в этом. Представьте, вот какие они были исполнители, такие все, и десятину платили, и два раза в неделю постились, и главное, два раза. Про нас речь-то идет-то. А кончилось-то чем? Они возненавидели Павла. Ну, надо же додуматься было. 40 человек, это 40, это же большая компания, и все одинаковые с ножами. Не пить, не есть и будем, пока не зарежем. Конечно, я думаю, они обязательно, батюшка, благослови нас. Как священник говорит, пришли молодые, недавно венчалы, и они говорят, батюшка, благослови нас. Ну, что, куда поехали? Да нет, бабка не умирает, отравить ее. Лежит, ухаживает за ней, под себя ходит, и нам никуда не уйти, и не уехать еще. Ты, батюшка, благослови нас. Я говорю, так, ну, так и есть. Поэтому священник хороший. Ну, конечно, он приструнил и сказал, это мы, ухо никакие. Говорит, мы простить не будем, языком отравим все. Все припомнят. А ты так какой? А промолчи, да помолись. Не хами. Исайя 43, 26. Мне легко говорить, мы читаем прям по Библии, брат, да благословит Господь. Вы запоминайте, в руках у нас Библия, проповедники мало когда держат. У меня новый способ. Мы вдвоем. Припомни мне, станем судиться. Говорит ты, чтобы оправдаться. Если Господь повелевает, чтобы оправдаться, да. Но и на Господа нападают. И от Бога требуют. Какое он имел право, то и от Бога. Я прочитаю еще 25. Так, о чем ты говоришь? У Бога прав. Так он правда и есть. Даниила. Деяние 13, 39. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Запомни это. Нам оправдание дает Господь через жертву свою. И вы думаете, вы спасетесь, такие были? Да. Все, что мы делали, Господь говорит, это я делал. Он за наш грех отвечает. Нам это трудно даже понять, как такие грехи. Он берет грех на себя. Грех, то он за дело не просто везде свой грех. И грех имеет последствия какие. Галатам. Три. Поневоле спрошу. Вот это у меня какая цифра стоит повыше? Наверное, никакой. Ладно, 3,24. 3,24. Защерпнул я. 3,24. Апостол Павел говорит, оправдание где? Оправдываться можно, но как? Научитесь правильно оправдываться. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Вот наше где оправдание. Почему так ты сделал? Почему? Я верю в Господа. Он устроит это все. А, отвечать нечего. Замолкли, язык проглотили. Есть что сказать. Но Господь говорит, промолчи, не пожалеешь. Дальше, Галатам. Вторая глава. С 11 по 21 стих. Большой пакет. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Слушайте, кто? Ибо до прибытия некоторых от Иракова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие идеи, так что даже Варнавол был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они непрямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-уидейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же ищи оправдания во Христе мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо, если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божиим, а если закон о оправдании, то Христос напрасно умер. Картина такая. Ждут гостей. А кто? Павел придет. Сколько людей собралось. И Павел пришел и говорят, вот Петр ел с ищиками вместе, за ним салом сидел, с никоньянами, с этими. А как только Павел пришел, он стал вдаляться отдельно на кухне меня покормить и там, где они глянят, в кочегарке. И он говорит, этим лицемерием был увлечен даже Варнава, друг его, он-то его вел к апостолам, когда его все боялись. Я противостал им всем. Надо знать, как сказать. Петру противостал. А сколько у Петра поклонников-то было. Златоуст там все объясняет подробно. Представь себе, а ты со Христом ходил? Ты по воде ходил? Нет. Тебя и не было, ты церковь гнал. Что ты учишь нас? Петр мог это сказать, но не сказал. И он затоуст, он следователь был, адвокат. И он говорит так, два вала, Петр и Павел. Но если мы одного сейчас здесь забросим, то вторая не потянет. Нам надо и второго оправдать. И он говорит так, Петр-то не из-за того, что боялся, потому что осуждали. Как бы таких слабеньких не соблазнить, дальше не пошли. И поэтому он как бы договариваться с Павлом. Вот знаешь, меня, конечно, люди уважают, но я неправильно поступил. А ты при всех на меня напади, а я промолчу. И остальные замолкну, скажут, что Петр молчит, так что нам торот развивать-то? Вот как картина-то выглядит. Я противостал при всех. Я когда прочитал, я не знаю, кому как, но я это прям, не могу сказать, насколько же это мудро, да, и все подходит. Что бы они друг другу воевали-то? Где это? Бог нас избрал. Оправдываемся незаконом, что нельзя с язычниками знать все. А ведь сегодня-то возьми. Павел-то восстал против закона, за столом как сидеть. Это прям про нас говорится-то. Что есть? Веркуда нельзя, жвачка есть, копыта не раздвоены. У синих копыта раздвоены, жвачки нет. И вдруг Павел говорит, всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительно. И то, что вот это разделяет пищу, говорит, это учение бесовское. Это как это так? Это второе послание к Тимофею. Он прямо говорит, учение бесовское. Каково было ревнителям истинного веры этой иудейской слышать это. И понятно, они его ненавидели. Ножи натащили, натащили, на каждом углу поставили по два, по три человека. И вдруг ночью, утром встали, его нету, ночью увели. Конвой был, увезли. И сопроводительно в этой мудрости мы видим божественное проявление Духа Святого. Надо научиться понимать. Это промысел Божий, как говорят. И этих наставил на место. Никто даже не заступился. Ну, Петр промолчал, а вы кто такие? Вот надо как еще рассуждать. А не так в ответ. Да ты кто такой? Да учишь у нас, Петр. Глава везде. Нет ничего. Книга Ниемии. Тринадцатая глава. С пятнадцатого по двадцать первый стих. Это редко мы считаем ее Ниемии. Он был ревностый, с Езрой. Переворот сделали. Все разводы. Страна вся развелась и все на землю. И отправили их домой. Я представляю, как потянулись целые, ну, конечно, даже начнем отмести, и детишки. А который провожал его тесто, он радовался, за еврея отдал. А теперь развод. Почему? Семя растратили на кого-то. Должи только для евреев. Вопрос о чем стоял. И такой всеобщий развод. Итак, Ниемия, тринадцатая глава, пятнадцать двадцать первый стих. По двадцать первый. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов винов, виноградом, с мокрами и всяким грузом, и отвозят в субботний день Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавались ясное. И теряне жили в Иудее, и привозили рыбу, и всякие товары продавали в субботу жителям Иудеи в Иерусалиме. Я сделал выгород знатнейшим из Иудеев, и сказал им, зачем вы делаете такое зло, скверняйте день субботний? Не так ли поступали отцы ваши за то, что Бог навел на нас и на город сей все это бедствие? А вы увеличиваете гнев его на Израиль, а скверняю субботу? После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я оставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. вернулись из плена. Но надо теперь разобрать, почему в плен-то попали? Божий народ, храм разрушили. За что? И он прямо говорит, в субботу не надо торговать, не ходите по базарам. В субботу это воскресенье у нас сегодня. А они что, торгуют? Я сказал, чтобы ни одного не было, отберу. И они тогда стали приезжать в пятницу, в субботу, и около ворот города там где-то ночуют. Как только двери открыли, базар открылся, они первые здесь. И он тогда сказал, будете приходить, все отниму. И бил их. Мы потерпели. Мы субботу нарушили. Они в субботу и едут, а уже в следующий день можно торговать, а они рядом. А так-то пока я приду, тут уже все кивески заняты будут. Вот как дело-то обстояло. И оправдывались, конечно, некоторые. Я догадываюсь, как это было. Какого сейчас? Пойди начали где-то убирать. У меня всегда торговал, здесь мой отец торговал, он все отнем. Я разберусь с вами. Какая должна быть ревность у нас, когда нарушается Слово Божие? Человека нет. Один, два, три. Где? Ну, три воскресенья. Ну, хотя позвоните, узнайте. Я не звоню. У меня возможности это нет. Узнайте, как, в чем дело. Где-то. Помощь какая нужна. Это давайте из этого извещем для себя. Какая польза-то будет нам? Еще, Ниемя, пятая глава, с четвертого по седьмой. Были и такие, которые говорили. Мы занимаемся серебро, наподать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших. И сыновья наши такие же, как и их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы. И некоторые дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, и виноградники наши у других. Вернулись из плена. Но там кто-то разбогател. Это везде могут они торговать. А другие ни с чем. Вернулись, есть нечего. А которые давают ему пшеницу или что. А то он говорит, давай подошу. А еще у меня ничего нет. Мне дочь своя нравится. Ну и что? Пусть она у меня живет, работает. Сын. Ну сына давай в рабы сколько? На 7 лет. Ну и те, которым отдавали, то если надо. А на работу выходят со всеми вместе. Наши такие же, говорят, сыновья такие же. Почему они так делают-то? Я когда узнал, я бил их этих. Что вы делаете, патриоты? Кто будет строить-то? Ну да, надо экономистов много заканчивать разные специальности. А работа-то кто у станка будет? Вот он нужен везде. Его в любой день заберут. А если у меня историю преподавали, да кому она нужна, когда она чудовищно искажена? И эта история тогда там была. И кто-то, я представляю, как некоторые оправдывали. Ну я по закону делаю, ну подумаешь, там это, кредит какой-то взял, ипотека, да. у нас комбайн брат купил, только за то, что купил, кредит взял. Миллион двести тысяч надо отдать за кредит. У нас в уставе написано не делать, то тут никак нельзя, урожай нечем собирать. У меня вот как задача стоит. Помолитесь Богу, чтобы я разбогател, и чтобы минуя меня деньги подправить. Выкупить брата нашего, это история наша. Я выговорил, ну ладно такой правитель, а другой бы сказал, все по закону. Вот Хабаровский край, когда все залито, то было водой, то там тогда премьер-министр летал, смотрели, а люди там взяли в кредит, а работы-то нет, все остановилось. Жилища свои затопленные, там какие-то ставили жаровни, там дышать. Что теперь делать? К президенту обратились, а президент говорит, я еще могу сказать-то, ну давай уже упрашивать, по закону-то он прав. Почему так решительно не отрезать? Ты отдай личный товар туда. Освободите своих. Они говорят, каждый день проценты, то нам идут, а мы работать нигде работаем, а нету. Вы понимаете? Это наша ситуация сегодня. Вот когда она была, потоп-то был, развелась там река Амур, видно, и еще. Иов. 13-14. Еще 2-3 места. И мы видели, всюду и везде требуется совесть. По совести. Я когда прочитал в газете, представляю, каждый день, на каждый день ему проценты насчисляются, и все больше и больше. А рабочие сидят дома, и работы нигде нету, заводы все было залито, все остановилось, товаров нету. Это сегодня. Давайте посмотрим, что делать. Не еми такого в стране у нас не нашлось. Итак, Иова 13-14. Для чего мне терзать тело мое зубами моими, и душу мою полагать руку мою? Это он к Богу претензии. Выйди, Господи, на суд. Судиться буду с Богом. Я прав буду. Он не сисюкал. Он прямо к Богу решительно подходил, Иов. И Бог его не осудил за это. Вот что самое удивительное. И в два раза больше дал, чем было у него, когда похитил сатана. И Псалом 9-22. Да чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? Прямо к Богу. Господи, почему ко мне не подойдешь? Что я тебе уже не нужен? Это Давид говорит. Скрываешься. Один говорит, у меня такое трудное было положение. Господи, да почему ж ты не помог-то? А как ты узнаешь? Я тебе покажу твой путь. Ну вот смотри, Господь открыл ему, вот как шел там по песку, два следа. Вот видишь, а тут один след. Ты же меня покинул как раз вот здесь. Вот когда здесь началось все там вакцинации, ты меня бросил, а Господь говорит, один след. Ну ты посмотри, шесть след-то. Это я тебя на руках нес, ты уже не шел. А человек-то как рассуждает? Самый трудный момент и меня Бог оставил. Не будет этого никогда. Сверхмеры. 10-13. 1 Коринфа говорит, Бог мне сверхмеры не даст. И еще одно место. 21 и 2 стих. Боже мой, Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Не оставил. Далеке спасение моего, слова вопля моего. Никогда не говори. Тогда мы так считаем, нам там кажется, но даже сказать, Господи, не было дня, не было минуты, чтобы ты меня оставил. Дыхание было, пища переварилась. Как еще тебе еще нужно-то? Ты благодари Бога, что в этой сумятице, в этих дефолтах, в этих кризисах ты выжил. И Господь нас выразумляет через Святую Библию сегодня. И Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.